Год назад на абсолютно новой дороге улицы Юбилейной мы вместе с Егором замерили колею от шипов. Тогда она составила 2,5 мм, хотя улице было не более 5 месяцев. Сейчас мы пройдем и замерим, что изменилось и увеличилась ли колея. Пошли? Пошли. Вот здесь вот 6 мм. 6, да. А здесь она не легла. Тоже 6. Во, 8, почти 7,5 мм. 7,5 мм. Сегодня мы замерили ту же самую полосу и у нас получились диапазоны измерений от 6 до 8 мм. Ну, можно принять среднее значение 6,5-7 мм колея в правом ряду в сторону реки Великой возле военной части. Получается, за первые полгода у нас износ полотна составил 2,5 мм. Сейчас уже он подбирается к 7 мм. Ну, не скажу, что у нас последняя зима была совсем уж снежная. Снега было больше, скажем так, чем в прошлом году. Но все равно были бесснежные дни. В любом случае, даже на снежной каше колеса автомобилей достигают асфальта. У нас нету твердого снежного наста на полотне. Почему так все-таки уверены, что это от шипов? А может, все-таки это реагенты выедают асфальт? Я свое мнение основываю на многочисленных исследованиях из разных стран, плюс на своих собственных наблюдениях, которые подтверждают те научные изыскания, которые я собираю и выкладываю как раз-таки в вашей группе в обсуждении. Каждый может присмотреться к дороге и определить, где какая колея образовывается, где колея выдавленная от большегрузов и от автобусов, как, например, на Яна Фабрициуса. То есть там, напротив стадиона 747, четко видны бугры и колея от сдвоенных колес автобусов. Да, там уже бугра. Да, да, да. Здесь же у нас в городе большегрузы не ездят. Максимальная нагрузка у нас идет от автобусов. Все. И автобусы в основном двигаются в крайнем ряду. А износ у нас происходит в обеих полосах. На таких вот магистральных улицах, как, например, Юбилейная, здесь достаточно широкие полосы и колея образуются в полосе наката с достаточно широким диапазоном. Кто-то едет чуть левее, кто-то едет чуть правее. Но колея от шипов именно в ширину легковушек. То есть узкая база, не свойственная грузовикам. Очень хорошо видна, например, на узких дворовых улицах. Там, где припаркованные машины сужают дорожный проезд, и машины двигаются след в след точно друг за другом. Вот самый яркий пример, я считаю, это Владимирская за акваполисом. Сейчас там припаркованы машины с двух сторон, и двухполосная дорога по факту превратилась в однополосную. Там, где машины едут друг за другом. Вот яркий пример, да, где колею от шипов уже закатали свежим асфальтом. Две дорожки другого цвета на протяжении всей дороги. Другой хороший пример – Рижский проспект от Юбилейной в сторону улицы Рокоссов. Там сейчас износ полотна достиг таких значений, что верхний слой асфальта изношен, и открылся нижележащий асфальт другого цвета. Тоже очень наглядно видно, что не от грузовиков не выдавливается асфальт, а именно стачивается, изнашивается. Ну, а самое главное, видно, что именно там, где двигаются машины по полосине наката, асфальт у нас получается как будто шлифованный. Именно шипы его шлифуют, и происходит выбивание покрытия. И в этой последней накате уже видно, что есть проблемы с заполнителем. Асфальт начал шелушение, и он выбивается.